Ну-ка, подержи. На крышу влезь. У меня не получится. Тупик, безвыходное положение, а также вообще то, что не имеет перспективы дальнейшего развития. Толковый словарь русского языка. Странно, что тут было, я не пойму. Главное, тросик есть, трубка. Тросик. Главное, тросик. А что было тут? А может, дырка там? А может, флаг был и все. А может быть... А нет. А да, может быть. Ладно, тогда. Сейчас мы это сделаем. Лестницу надо тащить. Если 4 литра заправлю, то до Санкина доеду, даже дальше. А так, то вот до ельничной, с ельничной. Ну, литра 3 съест. Сейчас посмотрим. И дрезинка, и пионерка, и беда. Мотоцикл ставили. Площадка такая, вот как типа прицепа на маленьких колесах. Мотоцикл ставят, впереди переднее колесо упирается, а тут прорезана дыра. И колесо попадает на рельсу. И включаешь его, и оно как по рельсу. Один садится, чтобы прижало колесо. И вот так ехали. Отсюда едут. Один встретится знакомый. Пока тут разговоримся, пока снимаемся. Они все время вот там. Там випьешь, там випьешь. Пока сюда доедешь, 5-6 человек встретишь. Все. 5 пионеров, 5-6 пионеров. Встретишь по дороге. Каждый по столам, каждый по столам. Сюда приедешь, как поставил, что поставил. Над резинкой то проще ехать. Чем поезда уже дать. А может, не сумасшедшую кайфу. А вот есть крыльчатка. И очень хорошо. Как и все, перейдем. В России нету. Я его себе на море беру. А может, я особо себе был? Я не могу сказать, что, 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 так? В Савицине, не могла. Я вышиваю, ничего не буду, потому что ничего не будет. А потом, знаешь, не буду? Отставал. Потому что государство, я сам. Стационарные были резины, путейцы ездили. Они назывались пионерки. И вот идет это выражение. Допустим, она до 53-го километра. Они ее снимали и там работали. Это назывались пионерки. А эти такие самодельные, это беда. Тут у каждого есть и даже еще не по одной. Потому что без ее никуда, ни на охоту, ни на рыбалку. И как они там живут, тоже надо добираться. Пояс раньше ходил каждый день. А сейчас он ходит 4 раза в неделю. Ну а как людям добираться? Вот одни. Имеет их так вот, да и не добирается. Участковый переезжал. Сказал, что вот до Нового года, как лейко вы езжайте, до Нового года дорогу прикроют и снимут. А если мы не поедем, куда мы поедем? Куда нам ехать? Куда нам ехать? Кто-то остался. То, кого молоды, а то у кого дети. Мы стоим в школу учиться надо. Две семьи у нас тут. Ну, считай, три. Вот ломик маленький. Идешь до линии, ты как раз попал. А раньше много валялось. Этих накладок раньше путей ЦК. Кучу вывалят вот этих. Вот этих накладочек. Они целую кучу. Кто на них? Привезут вагон, вывалят. И тебя потихоньку растаскивают. Можно и за целый день сколько не набрать. А можно и за час набрать это все. Вот как мы раньше по металлу ходили. Так если мы найдем эту кучу. Ну, этих. Накладок или подкладок вот этих. А там бывает по полторы тонны. А бывает ходишь целый день. Ну, найдешь там 100-200 кг. Как попадешь? По два рубля принимали. Потом оно выше, выше, выше. Ну, в среднем по три рубля. Так три. Ну, пять тысяч. Я его ехаю. Я его вошел. Я его вошел. Пошли. Все. Волочь. Все кончилось. Все было в России, сейчас тут другая власть. Сейчас не поймешь. Вот, а что, флаг будет вешать, то деда власть. Один, сразу два оставить. Которых нет. Вот, сегодня только один человек пришел посетитель, а кому идти? Они приходят в субботу, все набираются, что им надо, самое необходимое, все сразу набирают и все. А сейчас все тут нет. Что только такое сухое, что консервы. Сухое, да, консервы, потому что держать колбасу уже какую-то держать. Держать негде. Мясо уж тоже ни окорочка не привезешь, ни рыбы не привезешь. Только консервы все. Ну, я сказала, я до 1 июня работаю. Сказала, кто... А дорога еще, как еще, за дорогой еще. В общем, магазин закроют, наверное, не знаю, кто еще согласится и работает. Так что магазин у нас, ни к чему магазин надо, а сейчас лето. На пионерку поехали, самки накупили. Что самое необходимое, делаем соль, клуба, сахар. Все тут есть. Прошлый год-то смертельный был. Один мужик убился. Насмерть сразу. Двое-то так покалечилось. Не, выпал просто, а он быстро ехал. Спешил. Выпал. А шпалы сейчас высокие. А так-то много бывает. А тут вот даже комбикормом прицеп загрузил. Тест впал прямо под прицеп. И сразу на смерть. А ему... А не знаю, что ему дали. Два года условно. Что елишь не поехать? Участковые, то не, без зельки едут. Одна труба вроде, вторая нет. Она трещит, я слышно даже сразу. Глядь, предупреждают этих ельничан, что участковые едут, что все прятались. Конечно, бывает авария и ЧП. Без этого у нас никак. Это чтобы не было аварий и ЧП. Это она идеально так делает. Но по нынешним меркам нормально. Ездить уже можно. Но и бывает входит. Потому что уже до такой степени все съедено. Еще старое, без этого никак не обойдешь. Самолеты падают и месяцами найти еще вдобавок не могут. Вроде бы техника такая. Это дед жил поздняк, он умер. Это тоже брат бабушки. А тоже родня. А тут тоже родня жили. Они тоже умерли. А там тоже вот. Надя. Сашка жил, родственник. Тоже умер. Все на калачке сажают. Так, подумаешь, никого нету. Выйдешь на калач, только там бабушка ходит, вот с ней разговариваешь. А потом на ДТ-54 все работало, все работало. И еще слава Богу, что Бог здоровья, и что дай Бог, чтобы умеешь еще пожить. Вчера поглядела, все. Ну, все так, все. Да. Старость, не радость. Может кто поменьше трудился так. Ничего, я-то уж трудилась, а так все так. Все в трудностях. На бабушке обижайся. Мы тебя сняли. Ага. Потом по телевизору показывай. По телевизору, да. Вытянул этот телевизор, не помню. Я сначала черно-белый у нас был. Немножко где-то смотрели, потом я говорю, убрать его. Я как раз в черковь стал ходить. А там смотреть-то нечего все говорить. Одни рекламы. Я как-то к брату приезжал, так вот он только кнопочки щикать, щикать. Там нету ничего, там другое, там третье, там реклама, там... Вот заросли все. Поля-то заросли у нас. Пять деревень у нас тут было. И вот последняя деревня у нас осталась. Прикрылись. Они еще даже при колхоте считать, что. Такого восьми, наверное, дворов. Живых. И то в дворах-то по два до по три человека. Они, считай, основные весь калах. Молодежь ведь не как раньше мы были. Молодежь сейчас не такая. И вот курят. Раньше женщины не увидишь, чтобы женщина курила. Тем более девушки. В открытую. В открытую. А так-то сами варят, если есть чего. Есть колеса, есть оси. Главное колеса достать. И двигатель. А колеса стоят, ну, как раньше, пятьсот рублей одно колесо. Четыре колеса – две тысячи. Одна ось стоит тысячу. А то и тысячу слышно. Ну, тысячу. Две оси – еще две тысячи. А двигатель – тысяч пять. В бою, у них сейчас дефицит пошел. Раньше вытачивали оси. А сейчас то нету предприятий, все сохранено. И никак не вынесешь с этого. Ряды, халат заберут, шли домой. Потом знаешь, куда я его делаю? В болото. Где клюква растет, много. Самый неплохой. Ах, халат, все. Вот, сделай. Что я взял к себе на руки. Вот. Вот так вот. Все размотаю. Вот, я вам халат не обижаю. Вот так. Смотрите. Вот, вот так. Вот так и сделай. Все. Я его держу на руках. Хочу. Поставлю на крышу. Она будет висеть. Куда хочу туда. Повожу. Ой, пойду домой вот сейчас на крышу повешу. Все. Все, моя власть будет. У себя дома. Я повешиваю у себя дома. На крыше вот. Все. Я сам власть буду. Вот так вот. Он забрал хоть нет бутылочку-то. Ушел он? А у нас тут все бабушки так. Бабушки так. Пить-то вроде некому. Да и зачем пить? Когда пить? Почему его пить? Пьем, да, телевизор смотрим только. Вся у нас работа, вся жизнь проходит в этом. Вот так вот. Я пью не так, чтобы напиться. А то люди напьются и спят. А я так не рубля, а вот выпью. Сижу, покурю, потом на улицу пойду. Погуляю. Вон водка хорошая. Знаешь, ближай. Ну, в те времена-то. Хлеб-то стоил 15 копеек, 20 копеек. Коробок в список, одна копейка. Осяжил копейку, коробок в список. Рубля. Ё-ка-моё, до чего дожили. Вот дома сидишь, скучно. До того, что делать. Стакан. На рунку налью и пошел. Все делать. А, в лес хожу. У меня ружья есть. А я убиваю сразу или кабана, ёбану, или медведя. Я вот так хожу, или волчья. А хуй этого рябщика убивать, на хуй. Ну, бываешь, убью рябщика. Штопнул. Летит. Есть. Медведь. Есть. О! Порядок. Раз. Я стреляю, видишь, в ухо. На двери. Или в глаз. Все здесь. А так... В ручки селись. Вот, тяжко. Штопнулся. 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 А вот так и живо. Понимаю. Выпить есть. Ходишь. Я елеешь. Пью. Не болтаюсь. Не шатаюсь. Выпишь. Пошел. То в лес хожу. Похожу. То ежа принесу. Ежонка подержу дома. Третий-4 дня. Паратый. В лес отправлю. Ха-ха-ха. Она ночью... Не видно. В днем. Как ночью. Ты-ты-ты-ты-ты. Я в тарелку. Я там на тарелке еду. Порошок. Вот это молоко. Молоко. Сибупет. А ночью опять, как человек бегает, еженом, еж. Ну, я потом, три-четыре дня поживет, а жалко. А потом шапку поверю сюда, в лесопляйте, уберу. То зайчат, но сейчас зайчат эти, идут, вот такие маленькие. А где мы зайчат, и бросайте их, одеваться с ними куда-нибудь. Вот бегают, одно сумму, второго. И он принесу, их покормлю, а потом опять в лес унесу их. Они дома не уживаются, я думаю, что они маленькие, они потом два дня поживут, умирают. Ну, все, два, два, жидко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эй, вот, вылазь, я сейчас дома на крыше, понимаешь, его так? А может, выкину, нам. Так, вылазь, как палка меняла. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Она говорит, что до 10-го года здесь уже калач был, приехали. Больше ста лет, наверное, калачуты. На год тут похоронен. Около 800, может, около 1000 похоронен. Вроде небольшое кладбище. Друг на дружку ждут на охране. Вот этот крест стоит, вот могила. Вот могилка, вон могилка посла. Все могилки будут. Может, и на могилке стоим. С этой стороны тоже сколь. Много уехала отсюда, и не приезжает. Никто не подновлят. Сами породили. Если бы, как говорится, не 70 лет без веры бы не жили. Хотя бы, пускай, 30 лет. И то бы уже этого бы не было. А 75 лет лежали. Большое средство. Ни одно поколение, считай, без Бога было. Вылазки нету. Где вылазь? В небе. А вот вылазь на моих руках. Потому что я сам. Нет, правда, вот так и скажи. Вылазь я взял на себя. Руководить я сам буду калач. Потому что я сам думаю. А права в моих руках. Тем более, кто едет сюда, спрашивает. Все, говорят, тут. Я говорю, умеешь просить. Вот так. Все самое главное я хочу сказать. Технику надо все остановить. А никто ее не остановит. Потому что мы привыкли все на технике. Потому что уже на 20% углекислого газа превысило. На 20%. Это уже стихия. Уже все. Уже лес. Он же дышит углекислым газом. Это уже ему лишка. 20%. Понимаете? Уже лишка. Уже лес должен вымерять весь. Как ученые говорят. А еще почему-то все еще не вымирает. Вот в чем дело-то. А углекислый газ все больше и больше каждый год увеличивается. Так что... Я согласен терпеть. Но чтобы Крым наш был. Он и был наш. Я только не понимаю. Что за политика была раньше. Что его надо было так... Ну можно сказать по-русски... Профукать. А сейчас-то нормально. И Медведев сделал так правильно, что... И вроде бы и... Как бы и не втерся в это время. Олимпиаду посматривал. А в конечном итоге наше взяло. Путин ёкал. Пофукай для от NOCH2. Пофук. Путин ёкал. Скушел ерунда. Пофукай для созрати. Затай нужно Alicum�. Скушел кулку. Невогу смотрели. Также гильần твёрнка olabilir. Её ветром сорвал Её кто снять? Пойдём Как ты снимешь? Мастер Субтитры подогнал «Симон» Наши из-за газового ? Удивить? Я не знаю, я не знаю. Именно Продолжение следует...